Сегодня гость нашей программы Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России. Ну и, разумеется, мы будем говорить о коронавирусе, но прежде всего о людях. Если, допустим, оценивать и рассматривать Россию на фоне других государств, от Китая до Европы и до Штатов, то как мы вообще выглядим? Ну, заболеваемость, вы знаете, у нас далеко не самая высокая в мире в целом. Больше 200 случаев на сегодняшний день. Это, если говорить по интенсивным показателям, в эпидемиологии всегда считают на тысячу или на 10 тысяч, или на 100 тысяч, в случае на 100 тысяч населения. Это на сегодняшний день маленькие цифры. Мы действиями, которые предприняли, обеспечили стране два месяца полной спокойной жизни, защищенной от вируса, для того, чтобы успеть подготовиться. Вот это результат активностей наших с самого начала. С того момента, как началась ситуация в Европе, эту границу мы не можем перекрыть, потому что возвращаются наши граждане. Их очень много. Интенсивность миграции у нас с европейскими странами очень большая. И европейские страны, ну, до недавнего времени были не отделены одна от другой. Общая визажа, пространство одно. Поэтому приостановить даже в один какой-то аэропорт полеты смысла не имело, потому что это только усугубило бы ситуацию. Человек дольше бы ехал и приезжал бы к нам, если он болен в более серьезном состоянии. Поэтому вот сегодня Российская Федерация имеет 90% заболевших людей, которых мы выявили здесь, приехавших и привезших нам инфекцию из-за рубежа. Каждый раз, когда мы смотрим новый лист каждый день, мы понимаем, это еще один подарок из другой страны. Но это наши граждане, мы их принимаем, мы их лечим, мы их обследуем и занимаемся тем, чтобы не было распространения дальше. Вот это сейчас основная задача – остановить распространение внутри страны. Из общего списка у нас 11 человек, которые заболели в Российской Федерации, но каждый из них имеет очень близкий контакт с тем, кто привез вирусы из-за рубежа. Приезжает папа, у него нет температуры, он летит не из той страны, в которой все так плохо, но из европейской страны. Он приезжает домой, дома ждет его жена, двое маленьких детей. Конечно же, это прекрасная семейная сцена, это встреча, любовь, объятие, но через время оказывается, что он себя чуть плохо почувствовал, но при этом уже у его близких есть коронавирус. Вот такое инфицирование. Но я хочу сказать, что на сегодняшний день 82% из вот этого нашего сегодняшнего актуального списка имеют инфекцию в легкой или практически бессимптомной форме течения. То есть это легкое, острое инфекционное заболевание по клинике или это совсем отсутствие какого-либо проявления, а результат мы получаем только потому, что это люди контактные по заболевшему. Скажите, пожалуйста, а речь идет только о аэропортах или вокзалы? Люди же могут на поезде приехать. Но количество поездов, которые совершают международные движения, мы теперь знаем, все вот в этом здании наперечет, но на сегодняшний день остановлено все. Так же, как было с Китаем, из Европы сегодня тоже не едут поезда. Только самолеты? Только самолеты и по принципу столица-столица. А машины? Автомобильные пункты пропуска тоже приостанавливаются на период таких ситуаций. Скажи, пожалуйста, а сколько сейчас количество людей наших или не наших, неважно, у нас, которые заражены коронавирусом? Которые заражены на вчерашний день, это было 253 человек. Это на сегодня 253, а вчера было 113. Ну, естественно, он сейчас пока увеличивается, да, количество людей? Конечно, будет увеличиваться, потому что сейчас возвращаются наши граждане. Ну, общее количество лиц, пересекающих границу, снижается, мы это видим. Снижается значимо. Но российские граждане возвращаются домой. И они, конечно, возвращаются из самых разных стран. И сегодня в списке стран, пораженных коронавирусом, 153 страны. И возвращаясь из каждой из них, а может быть и из тех, где еще не выявлено, но уже наверняка есть, потому что инфекция распространена, уже объявлена пандемия, вы знаете. И люди, конечно же, и сами имеют риск быть больными, заболевшими. Ну, и, конечно, несут риск в страну. Поэтому вот буквально вчера принято решение о том, что каждый возвращающийся в страну должен две недели провести в условиях изоляции. Ну, если это без нарушения здоровья, значит, в условиях домашней изоляции. С соблюдением всех правил, они особенные для каждого случая. Анна Юрьевна, а вот вы сказали, что у нас было, у нас с вами было два месяца в запасе. То есть, вот за эти два месяца можно было, допустим, как-то, ну, вывести их, что ли, или вообще не отпускать никого? Никуда. Никуда не отпускать. У нас в течение двух месяцев после начала ситуации, с 31 декабря, у нас было два заболевших из Китая, которых мы и больше не было. И вот это время, когда мы очень системно занимались. Здесь, ну, первых, мы создали тест-систему, у нас средства диагностики, а в этой ситуации, когда нет лечения пока, нет пока вакцины, самое главное, выявить больного, для этого нужно иметь средства диагностики, и ограничить его контакт с другими людьми. Вот это задача, которую мы решаем сегодня, и к которой мы готовились в течение двух месяцев. А вот есть 10 шагов по профилактике коронавирусной инфекции. Вы их на всюсь знаете, да? Я знаете, что хочу сказать? 10 шагов. У нас есть разные... Или 12 даже. ...разные памятки, там, про 3 шага, про 5 шагов, про 10 шагов. Это не наше изобретение, но наше использование очень активное. У моих коллег, моего пересекретаря мы начали это делать в 2015-2016 году, когда пришел высокопатогенный грипп. И оказалось, что очень важно и никак не получается сразу донести до населения, что надо делать. Вот меры профилактики, да, ну, вроде мы рассказываем, вроде мы там пишем какие-то памятки, вроде мы там пишем пресс-релизы. Ну, вот, ну, не читают, ну, не попадают. Ну, если кто не хочет, не умеет, может читать. Вот что бы вы посоветовали людям, которые сейчас... Поэтому мы вот такие разные вещи вложили в шаги. Самые главные шаги. Вложили в шаги, да. Вот делай так, как надо, и все будет хорошо. Или не делай так, как не надо, и тоже все будет хорошо. Инфекция воздушно-капельная, такая маленькая преамбула. Инфекция связана с тем, что если человек болен, то при чихании, при кашле, капельки, которые выбрасываются, они попадают другому человеку, и человек заболевает. Вот такой путь, самый распространенный. Сегодня говорят о том, что он может быть там с грязной посудой, там, фикально-оральной, он может быть контактный, когда от друга. Но основной все-таки механизм передачи – это капельный путь, воздушно-капельный путь. Поэтому надо те же меры использовать и предпринимать, как при гриппе, да. Что мы делаем? Первое. Мы держим все, чего касаемся, в абсолютной чистоте. То есть это чистые руки, это чистое лицо, это чистые предметы вокруг. То есть все нужно протереть, гаджеты надо протереть, ручки надо протереть. А чем вот гаджет? Ой, специальными растворами, сейчас достаточное количество спиртовый раствор, может быть, даже пищевой вполне подойдет для того, чтобы протереть. Лицо обязательно придя домой помыть, носовые ходы прополоскать, и, в общем-то, риск падает очень-очень серьезно. Если мы идем в общественное место, а лучше сейчас не ходить. Многие страны, вы видите, защищаются, да. Сократить общение. Вот максимально сократить общение, насколько вы сегодня можете себе это позволить. Не идти в торговые центры, если у вас просто нет крайней нужды. Не пускать туда детей, подростков. Не поехать в общественном транспорте, если, опять же, нет острой нужды, а пройтись или как-то по-другому добраться до работы. Или найти то время, когда, пусть это будет чуть раньше, пусть это будет чуть позже. Ну, главное, чтобы вокруг вас было меньше людей. Вот такие два шага очень важных, да. И если вдруг вы чувствуете себя не очень хорошо, вы ни в коем случае не уйдете из дома. Вы останетесь дома и позовете врача к себе. То есть это температура, головная боль или как-то. Это может быть в сегодняшней ситуации, да, и насморк, и каши. Или просто на работу не хочется идти. Температура и чувство усталости. А вы все правила, вот лично вы все правила соблюдаете? Ну, кроме необходимости держать дистанцию полтора метра от каждого из встречающихся мне людей. Это правило я пока соблюдать не могу, но и люди, с которыми я встречаюсь, большей частью мне знакомых. У вас салфеточки с собой есть? Салфеточки с собой есть, гель в сумочке есть, дезинфицирующие, да, конечно. А вот ваше окружение, секретарей, а у вас сейчас на удаленке работают или нет, все на месте, или все в командировках? Мы готовимся к тому, чтобы перейти на работу дистанционно, насколько будет возможно, потому что наша работа не всегда позволяет отпустить людей работать дистанционно. Большая часть и значительная часть моих коллег в разных ведомствах тоже не всегда могут покинуть свое рабочее место, потому что очень много информационных объемов завязано на тех компьютерах, на тех рабочих местах, которые есть. Без них не всегда можно обойтись и не всегда можно эту работу сделать дома. Скажите, пожалуйста, а вот как вы оцениваете, министерство просвещения уже приняло такое решение, мэр Москвы, губернатор Московской области, другие, о том, чтобы и школьников распустить, в смысле школы, и детские сады, и компании, это они по договоренности с вами или с премьером, или как? Нет, ну это правила, которые прописаны в 52-м федеральном законе о санэпид благополучии населения. Меры, которые принимаются для того, чтобы снизить риски, да? О части мер мы говорили, меры против того, чтобы сюда было завезено и как-то распространялось. Но сказано уже было, что это уже описанная практика, описанная ситуация эпидемическая, что до 80% случаев идут или очень легко, или бессимптомно. То есть сегодня мы можем видеть людей, которые не болеют, но которые могут быть источниками инфекции. И чтобы от человека к человеку такой резервуар дети для этой инфекции. Это передавалось как можно меньше. Людей надо, говоря эпидемиологическим языком, разобщить. Чем меньше они контактируют друг с другом, тем меньше инфекция передается, то бишь распространяется. И меры, которые были предписаны для этого. Но здесь очень важно, чтобы дети, которые остались без школы, не пошли дальше общаться в торговый центр, в кинозал или еще куда-то. Вот здесь важное замечание. Дети должны сохранять свое здоровье достаточно изолированно от других детей, от общества. Жидать ли спада заболеваемости к лету? Вот разные сейчас прогнозы. Кто вообще говорит, что через месяц, слава богу, все отойдет? Знаете, прогнозы мы строим. Математические модели наши ученые строят очень успешно и эффективно. Эта техника нам давно знакома. Но единственное то, о чем я уже сказала, вирусу всего два с небольшим месяца. Его алгоритм поведения нам неизвестен. Целый ряд вирусов имеют сезонность. Вирус гриппа приходит зимой. Кишечные вирусы приходят летом. Какая сезонность у этого вируса, несмотря на то, что он сейчас пришел зимой? Сказать пока нельзя, пока не пройдет хотя бы один годичный цикл. Поэтому мы, конечно же, прогнозы делаем. Но самая главная наша задача сделать так, чтобы риски для людей были минимальными. Чтобы не было распространения в нашей стране, чтобы этого распространения было как можно меньше. И чтобы вирус поразил как можно меньшее количество людей. Поэтому прогноз на лето пока вещь очень такая. То есть у вас он, видимо, есть, но вы боитесь сглазить. Мы надеемся, что все будет хорошо к лету. Главное, что мы делаем все для того, чтобы это так и было. А вот как понять? Можете только нашим радиослушателям, нашим посетителям сайта и читателям сказать, как нам понять, когда спад наступит? Когда мы перестанем регистрировать заболевания. Вот сегодня Китай первый день не зарегистрировал ни одного нового заболевания. Вот когда мы перестанем регистрировать? Да, когда мы найдем тот день. Ну, возможно, в Китае еще завтра, послезавтра будет, а потом через два дня опять не будет. Но именно вот этот период, когда не выявляются новые заболевшие и является звонком о том, что все закончилось. Но только в период в течение одной инкубации, то есть в течение 14 дней, это должно происходить. Не один день, а 14 дней. Вот от этого дня отсчитывать 14 дней, да? Да, и если больше никого нет, то мы считаем, что у нас уже стабилизация наступила. Для ряда инфекций, которые в большей степени текут бессимптомно, это может быть два инкубационных периода. То есть 14 и 14, 28. Но по развитию ситуации с этой инфекцией мы посмотрим чуть позже. А вот страна же гигантская, мы же не европейское государство. Как вы, прям вот ночью вам уже или утром рано, вы уже знаете, сколько очередное количество, не будем называть цифры, подвержено этому вирусу? Страна в самом деле большая, и каждый раз, когда где-то регистрируется... Вам кто-то ночью звонит или как? Позвонить, могут написать. Если нужно, чтобы я об этом знала и как-то проеагировать вместе, то тогда, да, звонок раздается ночью. Если ситуация штатная и коллеги справляются сами, значит, они просто пишут сюда и в приемную. А вы как утром просыпаетесь и сразу смотрите, да? Да, сразу смотрю. Или смотрю, и звоню в приемную. И вам дежурник докладывает, да, Анна Юрьевна? Да. То есть вы даже, может, не спрашиваете, а они вам докладывают, да, что вот сегодня... Конечно, у нас очень опытные, очень грамотные. Сегодня вот произошло то-то, то-то. За ночь произошло. За ночь, да. Вот в стране. И в мире я получаю онлайн-бюллетени, которые готовят четыре наших научно-исследовательских института, каждый по своему направлению. Они мониторируют всю доступную, открытую информацию на всех языках, на всех сайтах. В основном, конечно, это английский, китайский. У нас работают специальные китаисты для того, чтобы мы были в курсе, специалисты со знанием корейского языка. Потому что здесь, конечно, максимальная информация очень-очень важна и для нас, для практиков, и для ученых, потому что они тоже в каждой своем направлении работают. Ну вот я знаю, что президент Владимир Владимирович Путин, знаю, что он такой беспокойный человек, он же наверняка вам тоже иногда звонит, да? Ну это уже просто исключительная ситуация. Ну то есть все штаб, но он, в принципе, не будет звонить? Сейчас, да, сейчас нет. Вы просто на заседаниях штаба встречаетесь, да? Мы, конечно, на совещаниях, на каких-то оперативных совещаниях, да. Но информацию мы отдаем регулярно. Вот кто в группе риска и что бы им вы посоветовали? Или все? Нет, из того, что мы на сегодняшний день, и что по результатам анализа, группа риска – это люди за 60 и люди, имеющие хроническую патологию, сердечно-сосудистые, эндокринные системы и системы органов дыхания. Вот если есть хронические заболевания, независимо от возраста, это абсолютно точно группа риска. И люди, конечно, от старшего возраста, мы об этом предупредили наших коллег, население страны уже достаточно давно, и попросили придерживаться тех правил, о которых я сказала. И если есть такая возможность, постараться оставаться максимально дома, то есть исключить общение. А потом нам удастся сплотить? У нас и так, в принципе, вот эти вот годы, они как-то разобщили народ в бывшем Советском Союзе, в России. Потом нам удастся снова? Или это уже не ваш вопрос? Не ваше ответа? Ну, я, наверное, не очень согласна с вами с тем, что мы так уж прям сильно разобщились. Ну, не знаю, мне так кажется, что расслоение, имущественное вот это вот. Вот, ну, в провинции, я человек провинциальный, там еще осталось. Вот в столицах народ, вот удастся нам, может быть, придется какой-то нацпроект. Знаете, мне кажется, что в столицах сегодня просто очень много суеты, очень-очень высокая занятость по времени. Кажется, занятость своим делом очень долго, да. А сейчас вот самое время, если те, кто на карантине, сегодня две недели, время переосмысления, время для чтения. Мне кажется, это будет как раз очень хороший толчок для очень острой потребности в общении и в человеческом тепле. По телефону, по скайпу? Да, телефон, скайп, все же другое дело, вы же понимаете. А вот мне кажется, что вот отсюда может как раз и произойти то, что вы считаете недостаточным сегодня. А вот почему проверяться можно только по показаниям? Нельзя просто прийти и сделать тесты на коронавирус хотя бы за деньги. Вы знаете, во многих странах вот этот принцип сегодня действует, что назначить должен врач и обследовать нужно человека заболевшего, чтобы понять, от чего его лечить. Ну, еще раз приведу грипп, когда начинается гриппозная история, да, пессезон, да, никто же не ходит и не говорит, я сегодня здоров, но вы меня обследуете на грипп, да. Ну, это вроде как нонсенс, мы идем обследоваться, когда что-то происходит, для того, чтобы понять, какая это инфекция и как себя вести. В сегодняшней ситуации, конечно, сила страха очень велика, и поэтому обследуйте, обследуйте. К терапевту идти или куда? Ну, если обследовать, то надо обследовать каждый день. То есть сегодня меня обследовали, я здорова. Ну, я знаю, что я... То есть каждый день ходить, что ли? Ну, как на работу? А как тогда? А смысл тогда? Ну, если он будет ходить каждый день, то скажет, слушай, иди к психотерапевту. Смысла большого нет, но для того, чтобы снять вот это напряжение, чтобы такую возможность дать, мы приняли специальные правила, и сейчас все субъекты организовывают такие центры, пункты забора и такие лаборатории на территории субъектов Российской для здоровых, чтобы обследовать здоровых. Материал от больных поступает в нашу лабораторию, лабораторию Роспотребнадзора, и только на исследования, от людей с подозрением на болезнь, от людей контактных с больными. А вот от людей здоровых, да, ну, пожалуйста, если есть необходимость снять такое напряжение, то вот для этого все организуется. Я надеюсь, что в следующей неделе все начнет работать. А вот как идет разработка вакцины, когда она может появиться, как она может подействовать на ситуацию? Ну, вакцина, вакцина, нет, вакцина – это очень мощное средство противодействия инфекции, да, но против кори вакцина, когда была изобретена и начала применяться, она десятки тысяч раз снизила заболеваемость. Это живое, это очень много. А у нас когда она появится? Осенью, говорят. Мы тоже очень надеемся, что осенью работает наш научно-исследовательский институт. Государственный центр «Вектор», и у них уже есть хорошие подвижки. Ну, вот здесь, понимаете, какая история, когда говорит, что мы сделаем за две недели, мы, может, и сделаем за две недели, но после этого все равно нельзя ее отдать людям. Потому что для того, чтобы выпустить лекарство или вакцину, нужно пройти целый ряд ее испытаний. Она должна быть абсолютно безвредна. кроме того, что она должна быть полезна, она должна быть абсолютно безвредна. То есть нужно сделать ее, чтобы она была нетоксичной, чтобы она не влияла ни на какие органы, сама по себе отрицательная, и чтобы она не влияла на репродуктивную функцию человека. А это проверяется только тем, что исследуются животные, мелкие мышки или чуть больше хорьки. А для этого они должны, им должна сделать прививку, и они должны несколько раз принести потомство, чтобы было видно, что нет влияния. А вот этот процесс ускорить невозможно. Поэтому здесь нужно будет время для того, чтобы понять, что она безопасна. Не только дает иммунитет, но и сама по себе не вызывает риск. Анна Ирина, а вот вы лично, как вот дом, какой-то чай, может быть, особый пьете, или варенье заготовили, или кто-то вам подарил с лета, или еще какие-то у вас свои секреты, премудрости, советы личные, вот только для наших. Как вы себя ведете? Как собираетесь на работу? Собираетесь себя вести хорошо. Как вот вы на работу собираетесь? Вести здоровый образ жизни. Ну, вот и хороший чай с лимоном. Обычный? Или даже шиповник, да, черный чай. Черный, да? Да, от ваш шиповника. А от ваш шиповника просто? Вы просто покупаете или заготавливаете? Самой заготавливать у меня пока не получается. А вот покупать – да. Вот. А вот питание, рацион ваш, вы успеваете вообще пообедать? И что у вас на обед? По-разному бывает. Особенно в сегодняшние дни, когда-то обед бывает, когда-то нет. Но все равно основная задача – быть в форме и чтобы хватало энергии. А что для этого нужно? Физзарядка? Или вы водителю говорите, слушай, остановись. Здоровый образ жизни. А вот здоровый образ жизни. Только здоровые и добрые мысли. Это главное. А, вот. То есть вы, допустим, начинаете утро, вы себе что-то, ну, я не знаю, внушать не внушаете, но… Я начинаю утро. Какую-то установку, да? Из того, что я смотрю, что сегодня, что сегодня пришло. И расстраиваетесь, да? Почему? Я собираюсь. Я собираюсь, начинаю работать. Вы знаете, да, что вот Валентин Гурин приехал, Володя, из Севастополя, говорит, и там в Севастополе с Владимиром Ильичем поехали. Маск нет, вот, и там нет. Я понимаю, что это не ваш, как бы, вопрос в принципе, но вот мне же узнают, что я вот с вами встречался. Мне скажут, вот, Гамов, слушай, вот ты что-то стал сдавать. Ты почему, вот, Анна Юрьевна об этом не спросила? Правда, скажут. Я точно не скажу, что вы стали сдавать, потому что это невозможно. Это совсем не так. Не, ну как. Вот, а почему масок, да, большая задача, она решается. Она решается, ставится производство, начинается производство, начинается, привозит министерство профильное маски сейчас. Это большая работа и большая задача. Но вместе с тем, если мы вот смотрим же, да, можно закрыть шарфом, можно закрыть платком, то есть если уж очень, да. То есть еще понимаете, в чем дело, сейчас самое такое масочное время, не только потому что вирусы, потому что начинают свистеть деревья. И люди, которые страдают аллергией, очень хорошо понимают, что вот сейчас нужно закрывать лицо, и закрывают, ну, уже так, ну, посмотрите, каждый год, не обязательно в этом году. Люди так аккуратно, женщины платочком прикрывают, ну, просто для того, чтобы не вдыхать пыльцу. Сегодня это тоже поможет. Вот на этом, пожалуй, мы закончим сегодня нашу программу, наше интервью с Анной Поповой, руководителем Роспотребнадзора, главным санитарным врачом. России, друзья, берегите себя и своих близких, всем крепкого здоровья, всем здоровья, оптимизма, благополучия. С вами был Александр Гамов, пока.